Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И по традиции мы разберем с вами один-единственный стих. Постараемся из него и некоторую духовную пользу вынести, но прежде всего дать некоторый рациональный ответ, разобраться в понятиях времен благовестия Христова, времен, когда Господь плотью был на земле. Это не просто какой-то праздный интеллектуальный интерес, для этого тоже польза от души есть. Потому что если мы разберемся, что к чему было 2000 лет назад во времена Христа, то нам проще будет подобрать правильную аналогию к окружающей земной ситуации. Мы постараемся некоторые аналогии вместе с вами провести, но и сами дальше тоже будете их проводить. И, соответственно, когда ты уже знаешь правильное дано, тебе легче решить задачу. Когда у тебя даже дано, ты не знаешь, и ты не знаешь, что решать, то, конечно, и найти правильный ответ становится почти невозможно. Итак, давайте откроем вот этот коротенький, очень коротенький стих, но с очень важным понятием, и постараемся ответить на вопрос, кто же такой мытарь, о котором Господь в Евангелии говорит. Причем говорит неоднократно. Неоднократно и в притче о мытаре и фарисее, коротенькое образное представление, и вскользь с описанием, как Господь пирует с мытарями и грешниками, и апостол-евангелист Матфей из мытарей был, но и тоже самый знаменитый, самый знаменитый из евангельских мытарей Закхии. На его примере постараемся это разобрать. Поэтому давайте. Евангелие от Луки, 19 глава, 2 стих. И вот некто именем Закхий, начальник мытарей и человек богатый. Да, тут, как мы помним, разбивка на стихи, это вещь достаточно поздняя, но необходимая. И для сохранения евангельского текста без изменений, чтобы все было под контролем при переписке, особенно когда не печаталось, а когда от руки писалось. И, опять же, для того, чтобы всегда можно было найти необходимый отрывок и как-то аргументированно его использовали в богословском споре или в пасарском наставлении. Здесь мы не увидим даже действий в этом стихе. Однако этот стих — повод хороший поговорить о тех самых мытарях. Потому что, как я перечислял все другие ситуации с мытарями, что приточная ситуация, притча о мытаре и фарисеи, но там это вообще насказание, но о каких фактах говорить. Про апостола-евангелиста Матфея все-таки важно, что он апостол и евангелист, и вообще целое Евангелие написал, и как-то глупо только оглядываться на то, кем он был. Здесь уж, если даже не берем многих этих безымянных мытарей, с которыми Господь тоже мог вместе пировать как-то, то остается Закхий. Закхий — человек, выведенный по имени в Евангелии. Господь в его исцелениях и его взаимодействии с людьми мы видим не просто некоторые абстрактные фигуры, а правда конкретного человека, который так или иначе себя вел. Далеко не всегда дано имя этого человека. И тоже бывает, что когда имя этого человека не дано, то совсем не факт, что человек как-то спасся. Да, у нас нету сведений от Закхии в Священном Писании больше, но священное предание церкви считает, что Закхий после всей этой истории, как Господь пришел, посетил Закхий, его раскаяния, его перемены жизни, тут мы не забегаем, не смотрим вперед этого отрывка, а наоборот, в самом начале останавливаемся, что Закхий все-таки достиг спасения, что он как святой воспринимается. Да, вот некоторые отождествляют его Закхием, дьяконом Гадаринской церкви, что вот там дьяконом служил, другие все-таки считают исследователи, что это более поздний святой, который вот тот же имя тезка Закхий был, но все равно, что Закхий как-то спасся, стал христианином настоящим по жизни. В то же время, например, когда исцеление расслабленного у купели, что там Господь говорит, иди больше не греши, да не горши, и что будет, имя не называется, и тоже церковное предание, оно повествует, что нет, человек все-таки согрешил, ему было что-то горше, и он не спасся, не наследовал жизнь вечную. Тут Закхий, фигура, мало того, что он мытарь, так он еще начальник. Начальство над мытарями, ну, понятное дело, не во всей святой земле, если мы посмотрим на стих назад, мы увидим город Иерихон. Иерихон, ну, можно сказать, второе по значению после Иерусалима, город святой земли, один из, по археологическим данным, из древнейших городов вообще в мире, городов, как мы помним, город, а деревня отличается наличием стены. Так вот, одна из самых первых стен 7 тысяч лет до Рождества Христова, это Иерихон. Не, сейчас ее, конечно, увидеть нельзя, неоднократно разрушалась, в том числе очень важно, в Ветхом Завете мы помним, как Господь разрушает стены Иерихонские после такого, можно сказать, крестного хода, и после того, как в трубы потрубили. Но сейчас речь не об этом, сейчас речь о том, что и во времена Христа этот город был богат. Этот город богатый, и в нем начальник налоговой полиции, то есть тот, кто в богатом городе, собирает налоги. То есть те налоги, которые контролировал Закхей, те деньги, которые проходили через его руки, это, ну, отнюдь были не пустяковые, не шуточные. Это один из центральных городов, через которого торговые пути различные идут, и поэтому Закхей, он очень неплохо зарабатывал. Уже будучи начальником, опять же, он сам мог решать, чьи налоги он принимает, самых богатых купцов он собирает. Система работы мытаря, система, вот это слово, это церковнославянское слово, но оно и значит сборщик налогов. Тот, кто вот сидит на мытнице, да, вот у нас есть такое выражение современного разговорного языка, там, отмытые деньги, но что-то есть в нем, такая отсылка к древним филологическим конструкциям, но что, по крайней мере, что такое деньги отмытые, это те, которые уже официальные белые, из которых берутся налог, в отличие от других. Так вот, налоговый инспектор, мытарь, тот, кто брал из официального дохода, купца, ремесленника, да и вообще любого абсолютно человека, собственно, как мы помним, даже Август Кесарь перепись затеял, в результате которой появился повод, у Богородица Марии оказаться в момент Рождества Христа в Вифлееме и Удейском, в месте своего происхождения, своего рода, рода Давидова, то есть тоже был замысел Божий, чтобы как раз вот эти пророчества сбылись, что Мессия, Христос, Спаситель всего мира, родился именно в маленьком, незначительном городке Вифлееме. И эта перепись была, однако, сделана не потому, что вот Август думает, ой, что-то скучно, дай-ка я узнаю, сколько поддан, как для того, чтобы грамотно их налогами обложить, каждого человека. То есть каждый человек в Иерихоне, не только вот кажется, ой, ну это там богачи какие-то, они там с налоговой, а мы вроде ни при чем. Нет, любой человек в Иерихоне оказывался в подчинении мытаря Закхии. И любой человек, живший во времена Христа вокруг с него, все равно с мытарем какое-то взаимодействие имел. Не обязательно с начальником, кто-то приходил к обычному мытарю, как апостолу Евангелисту Матфею, возможно, или другим мытарям. Но без этого не обойтись. Это тот чиновник, которым взаимодействует каждый. И тот чиновник, который каждому неприятен. Даже уже просто, если он работает честно, ну деньги же собирает в пользу, да, там, правительственных каких-то структур, уже не очень приятно. А учитывая, что официальный доход мытарей, это был как раз некий процент, то есть мытарь эффективно работает, находит доходы, находит увеличившееся население, население постоянно росло, да, смотрит, кто там умер от каких-то болезней от старости, кто наоборот родился. То есть грамотная работа мытаря, она поощрялась государством, что мытарь честно мог. Более того, он взял и не просто нашел 10 бедняков, а не побоялся, и там с каким-то купцом связался, увидел, какие у него богатые торговые операции, и больше налогов в пользу государства взял, молодец, значит, ты имеешь право процент законный удержать для своей деятельности. То есть и так, и так уже мытарь зарабатывал, он не ждал зарплаты от государства. Лучше работаешь, лучше зарабатываешь. Однако у мытарей было безграничное простор для злоупотребления. Именно поэтому они вот и в притчах приводятся, как люди нечестивые, здесь и Закхея в Иерихоне тоже никто не любил, потому что люди наживались, наживались, выматывали деньги, последнюю копейку, в том числе не просто заслуженную, но и незаслуженную. Могли взять сколько угодно, а сколько там передать, это уже, ну, сколько требуют от них их начальство, столько передают. А из людей выжимают по максимуму. И, может, основное все себе и оставляем. В принципе, когда мы посмотрим вперед, что Закхей раскаиваясь сказал, я воздам вчетверо каждому, кому обидел, то есть он помимо официального дохода столько с людей набирал, что он может им даже своим официальным доходом вот перекрыть. То есть человек ни в чем абсолютно не нуждался. То есть этот человек, мало то, что уже стартово богатый, так это и человек, который может совершенно безнаказанно деньги продолжать, имущество из окружающих людей выжимать. Об этом даже отдельно стих евангельский говорит, и человек был богатый. Он начальник мытарей, но не какой-то там честный трудяга, а уже очень богатый, уже состоявший. Это не тот мытарь, который берет и только начинает какие-то первые шаги. У него же есть богатство, у него есть вот весь этот клубок страстей, то есть уже сформировавшийся грешник. Кроме того, почему мытарей-то так не любили? Мытарь это был представитель, который не просто, ой, ну для родного государства, для того, чтобы оно оборонялось от врагов, чтобы строились дороги, чтобы стража какая-то была, чтобы разбойников преследовали, которые, ну купец же заинтересован, чтобы его караван безопасно прошел. Лучше заплатить налоги высокие, и тебя защитят на путях, там, из Иерусалима в Иерихон, чем тебя разграбят, и жизнь тебя отнимут, и все богатство у тебя разбойники изымут. Да, конечно, конечно, это было бы радостно. Так нет же. Вспоминаем времена Христа. Иудея, хоть и имеет некоторую автономию, она является лишь провинцией, пусть и не окончательно оформленной, таким клиентским царством в составе Римской империи. И поэтому мытарь работает на оккупационную администрацию. Говоря вот таким русским уже языком, хоть слово не русское, вот такое заимствованное слово немецкий, немецкого языка, слово полиция, да, полицай. Вот мытарь, он воспринимался как полицай, который наживается, сотрудничая с оккупантами, с римлянами, против которых постоянно восстание поднимали, и даже от Христа. Помните, люди надеялись, что он сейчас захватит, установит земное царство, что римлян прогонит, или наоборот, римлян завоюет, подчинит, подчинит не только там сирийское царство, египетское царство, которое там нападали на бедный Израиль, но и все, всех подчинит. А Господь, когда сказал, нет, я не буду ничего земного захватывать, сразу от него большинство людей ушли и больше его не слушали. Несмотря на чудеса ежедневные, ничего им не хотелось уже воспринимать. А тут вот олицетворение этой земной силы, то есть это и деньги, это и власть. И власть и гражданская, и власть и военная, потому что за этой гражданской властью стоят римские штыки. То есть мы видим, что человек по всем параметрам для спасения не подходящий, не подходящий, чтобы Господь в его дом вошел. И для нас это очень важно, потому что Господь показывает, что даже если грешник, укрепившийся, состоявшийся, всегда есть возможность повернуть. Потому что тоже иногда беседуешь с людьми, и люди говорят, да не, не, вот все очень уже сложно, да, и вот и в работе все, и взаимодействие в бизнесе, или как-то там во власти, все вот уже повязано, я не смогу выбраться, и там, ну или человек либо оправдывается, либо он просто, ну тогда, да, батюшка, конечно, батюшка такой милый, он говорит правильные слова, но как это все далеко от жизни? Какой там милый батюшка? А вот жизнь-то, она такая тяжелая, тут надо с волками жить, поволчьи быть. Господь показывает, нет. Каждый человек может поменяться, как бы человек ни угрез к грехе во всех этих коррупционных схемах, он может выбраться, потому что Господь жаждет каждого спастись, главное на это решиться. Образ мытаря тоже вспоминает, что Господь неоднократно с ними все-таки и пирует, и с безымянными мытарями, и берет себе одного мытаря в апостола, апостола Матфея, и здесь у Кзакхия, к нему уже домой пришел. Показывает, что Господь все равно любит. Любит, да, и нам, вот в какую бы мы ситуацию не занимали, наоборот, у нас какое-то там, может, богатство, связи, положение, все равно Господь ждет, поменяйся. Да, наоборот, у нас такая ситуация, ой, вот, как же там Господь церковь берет, и там вот эти все какие-то там и чиновники, и коррупционеры, и какие-то силовики безнаказанные, как их там Господь терпит? Да, Господь их тоже терпит и любит, и тоже ждет, ждет, что они поменяются. Да, больше дано, больше спросится, может, на своей позиции, Закхия, когда, оставаясь начальником мытарей, когда он покаялся и поменялся, он же сколько пользы мог принести. Раз он начальник, и римлянам же важно, чтобы доля, которая в пользу государства собиралась, им вовсе не важно, обеспечив благосостояние мытарей. И Закхий вполне мог, используя свое начальство и положение, не только тем, кто к нему лично приходит, жизнь облегчить, но и на своих подчиненных, на других мытарей, тоже на них и надавить, за ними контролировать, чтобы они людей не убирали. Поэтому тоже задача христианина, не то, что, ой, я удалился от всей ответственности, от всех должностей, от бизнеса, только вот молюсь, пощусь, поклонусь, утра до вечера дела. Нет, если ты монах, ушел из мира, пожалуйста. А если ты не монах, ты должен везде, в своей работе преуспевать добиваться, выходить на какие-то и карьерные вершины для того, чтобы служить людям, служить церкви, служить Богу, быть достойным Христа. Поэтому, конечно, мытарь для Евангелия, это стартовая позиция, что это взяточник, это человек, который вот такой душегубец, это человек, который полицай. Но все-таки мы понимаем, что Евангелие шире, что это лишь стартовая позиция. А Господь ждет мытаря, как человека, который обременен своими грехами, но которому дана большая ответственность, и что он может свою жизнь поменять и свои возможности, способности, свою власть, свои деньги поставить на службу Богу, церкви и людям. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,